Добро пожаловать, друзья мои, вновь в Старый Свет. Ну как Старый Свет, мы уже давно, да, перенесли основные боевые действия в люстрию, именно, на запад. На запад уходим мы от Старого Света. Так, у меня, конечно, последние видосы с второй Вахой очень-очень как-то лагали, необъяснимо, потому что... Ммм... Странно всё это было. Так, давайте сейчас я посмотрю, что тут ещё можно замутить. Замутить, что тут осталось, с кем походить, и... Ммм... Я надеюсь, кстати, что сегодня уже не будет этого... А... Временами какого-то непонятного дюрганья. Всё-таки вроде бы нашёл причину. Не сразу, не на то, что я думал, вообще даже не подозревал, откуда подкрылась эта неприятность. Оказалось, всё намного проще. Так, здесь парнишет молодой, перспективный, идёт к успеху. Ну и вот он, любитель огня. Ну так-то, если бы маг была бы здесь женщина, да, в огненная... Огненная женщина, можно было бы там... Устроить черноводное здесь, в мире Вархаммер, а? Так, эм... Станис бы, я думаю, принял бы её в свои ряды. А так, мужик, ну не знаю, насколько Станису нравится компания мужика. Так-с, вроде бы всё. Давайте конец хода тогда. Так вот, по поводу лагов вот этих. Я думал, что это сначала... Что-то с записью. Ну, именно вот с ОБС-очкой. Потому что... Во время игры я ни разу не видел, чтобы у меня... Чё-то там залагало, вот так вот дёргалось. Я вообще... Ну, всё-таки ОБС-ка, она как бы здесь записывает не экран, а она записывает именно... Так, чё тут? Война? Как так? А, ну нормально, да, всё. Я думал, Лотерн воюет с бастионом, думаю. С чего это вдруг? Хотя они... А, ну они с козлами вот этими. В плохих отношениях нормально. Конечно же, поддерживаем союзника. Так вот, он же записывает поток игры и не сам экран, поэтому... Вот именно поэтому я и подумал на неё. Ну, что-то здесь не сходится. Не должно быть так, потому что я всё видел нормально. У меня никаких проблем не было ни разу. Тем более со Скавинами там вообще обидно получилось. Мучился-мучился и столько серий как бы... В итоге... Местами лагаю. И там, по-моему, началось это где-то с 13 серии. А мне-то нравится это число, да? По-моему, с 13. Ну, не столь важно. Так вот, ковырялся. Начал ковыряться... Ну, потом... Почему я исключил и бэсочку? Другие игры записываются нормально. То есть, в других играх я не наблюдал такой какой-то... Проблемы вот именно с дёрганием, клацанием каким-то... Я не знаю там, как этот эффект временами назвать. Он действительно очень-очень стрёмный был. А-а-а... Короче... Случайно. Как я установил, вот на данном видео... Напишите, кстати, будут лаги или нет, чтобы наверняка я уже был уверен. Может... Просто я так и не поймал момент, но... Я ни разу и не увидел. А всё зависело от Директа. Короче, Директ Икс 12. Я случайно включил. Совершенно случайно. И из-за него он бешено вот так вот лагает. Просто бешеный парниша. Так, ты давай вот сюда присоединяйся. Хотя... Хотя, может, ты пойдёшь... К своему старому знакомому. Зачем ты здесь? Иди к старому знакомому. Так что вот так вот. 12-й, похоже, Директ Икс. Именно... Я случайно его включил. Вообще случайно заметил, что он у меня включён. Наверное, при запуске игры там же, да? Рядом с кнопкой в лаунчере играть. Вот это переключение бета-12. Я его никогда не включал. Даже не пробовал. Ну, мне вот это само понятие бета. Я понял, что чё-то тут будет не то. Я его даже на записи никогда не включал. Включил. Ещё когда игра появилась. Я заметил, что разницы особой нету. Визуальном... Ну, как бы... Не ощутя. Не ощущал вообще пенька. Неощутимо и незримо. Ну, значит, думаю, и не нужна она себе. Так, монумент луны. Как бы тут остаться? Поохранять или Франц уже пусть идёт... Блин, а тут по суше. Я буду дольше идти до города, чем если морем вот так вот. Ну, давай морем пойдём. Те, кто спасся, давай. Вообще, не просто принципиально не пользовался этим двенадцатым, поэтому... А тут, оказывается, и не надо им пользоваться. Ну, опять же, если что, вдруг напишите в этой серии, как оно, что почём, есть ли какие-то эффекты, улучшения. Главное, чтобы не было вот этих дёрганей. Но они чаще всего, насколько я заметил, появлялись в битвах. И даже, не знаете, мне попадались не в самых таких заместных моментах. Так, здесь у нас башенки устроятся. Замес готовится. Блин, но скавины с ферами, шарами, артой, они могут здесь очень хорошо нагадить. Нужно ждать арту. И вторую армию ещё. Ну, тут арта-то есть, но и ещё вторую армию. Да, мой лорд. Да, что ты хочешь от меня? Так, я отвлёкся с этими рассуждениями по поводу Дрит Икса 12-го. Давайте по порядку сейчас. По порядку. Причём мне, кстати, показалось, что глючила изначально только вот в Смертных Империях за Империю. Думаю, ну как так, блин, скавины вроде нормально. Потом увидел, что и скавина тоже. Мне написали, что скавины тоже глючат. Это вообще, думаю, как так? Так, это вообще безобразие. И видно, что глючил даже не столько запись. То есть интерфейс исчезал, ну на мгновение, да? И под низом видно, что текстуры. То есть это явно запись игры. И даже не какой-то там лак, не дёрганье. Потому что если бы дёрганье, вся бы картинка дёргалась. А то вот фон, вот здесь происходящее, допустим, остаётся нормально, додвигается всё плавно. Начинается интерфейс, дёргается. И под интерфейсом всё видно, что... То есть как будто мы вот так вот делаем. Как будто мы вот так вот делаем, да? Я вот сейчас специально включаю-выключаю интерфейс. Блин, ну... Жесть шестянская. Так, Шумахер. Давай. Твой час ещё. Придёт. Так, Эрнест. Эрнестик. Тебе тоже надо выдвигаться. Можно в целом в знаке древних уже идти тебе и всё. Идти в знаке древних. Хотя тут, блин... Тут такая... Метель нездоровая. Давайте на ускоре нам просто вот сюда. Попытаемся скавинов погонять. Начнём новую провинцию захватывать. А здесь уже гельд, я думаю, справится. Так, вроде бы никого не пропустил. Хотя, ну, чуть... Вот эти вот рассуждения могли отвлечь меня. Чё-то про АФК шелл. Про слопочил. Но в любом случае победа уже близка. Нам-то... Осталось тут сейчас, по сути, захватить всего лишь один город для полной победы. Всего лишь один город. Порт Корсар, прокачиваем. Всё, герой не перемещался. Я даже знаю кто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Обидно, конечно. По поводу этого клацания получилось. Но главное, чтобы разрешилось, как говорится, да? Чтобы всё было теперь хорошо. Чему нас учит жизнь. Что нужно преодолевать и становиться сильнее и умнее. Не пользуйтесь, да, Дерит Иксом, если там написано бета. Возможно, возможно. Даже если с ОБС-очкой бы... Я, кстати, не смотрел. Может, что-то есть по поводу каких-то особых настроек для ОБС-ки. Чтобы 12-ый Дерит Икс писался. Но... Учитывая, что здесь бета написано, я уже даже не стал на ОБС-очку думать. Понял, что здесь именно что-то с игрой. Именно с её настройками тоже потом игрался. Прежде чем заметил эту... Сначала в настройках её заметил. Игры. А потом уже заметил, что она... Ну, точнее, решил, что, скорее всего, нажал её при запуске игры. Когда-то там, незначай, я не знаю, отвлёкся на чашку чая. И тыкнул не туда. Ну, бывает. Ну, так вот жизнь проходит. Тыкнешь один раз не туда. И всю жизнь испортишь себя. Хорошо, что у нас в этот раз обошлось. Более простыми последствиями. Хотя в тронах Британии, да, обещают нам, что теперь сильнее будут. Блин, он в Мангровый берег этот парниша, похоже, решил идти. Обещают нам, что теперь последствия принимаемых решений будут ещё более масштабные. Если мы там назначим не того королём, или мы сделаем выбор в каких-то событиях не тот, не правильный, всё пойдёт прахом и всё сгорит. Империя рухнет, мир будет предан огню. Ну как, ваше имя на мир. Так, отлично. Францию везёт. Тут вообще города. Лайт. Лайт-версия города. Это то, что для нас нужно, на самом деле. Сейчас это просто лайт. Города захватывать, идти уверенной поступью к победе. И всё. Давайте даже на всякий случай цели проверим. Вот условия победы. Здесь всё есть, здесь всё есть. А, здесь ещё ица. Ну ица-то рядом уже. Ица и на грамоте ещё остались. Я думал, почему-то Хексуатль нужно захватить. А его тут даже нету. А, нет, есть. Вот он, Хексуатль. Он же тут Гек. Хексуатль. Он же тут гектар целой земли. Целый гектар земли. Присоединяйся. Костелян. И продолжай пока осаду. Сейчас две армии будут готовы. И мы пойдём сюда наступать. Здесь, я надеюсь, нас прикроет. Хотя одна армия. Тут морфик этот. Морфифик. Морфифик. Он шастается. Пытается там, наверное, нагадить. И я по пять бы. Скорее предположил, что он пойдёт гадить нам, чем. Эльфам. Так, Патриарх. У тебя на самом деле даже уже... Армия полностью набрана. Но ты уже высаживался на этом береге. Ты уже на этих берегах обжёгся. Но в этот раз ты подготовлен лучше. В этот раз у тебя и армия уже полностью готова к битве. Так, здесь вот этих надо будет сейчас шатнуть. Любители фейерверков. Решили объявить мне войну. Нашли тоже у меня. Мальчика для битья. Так, архилектор. Альберт. Шумахер. Кстати, надо, наверное, морем пойти. Нашим. Вот этим Эрнестом. Ну, понятно, что он тут Эрнст. Он готов к первому каналу. Так, ты. Томас Хертвик. Ты тоже иди. Можешь даже вот так вот обойти. Так, всё. Смотрим строительство теперь. Нам бы, конечно, сейчас одну битву замутить, чтобы наверняка понять, что лагов нет. Хотя я на карте компании смотрел. Блин, тоже некрасивые такие моменты получались. Они не последние, да, исследования? Всё. Я изучу всё, что только можно в этой ветке. Бретония готова. Латерн, давай ускоряйся. А Латерн, конечно, когда-то ты был великой и могучей империей. А сейчас ты очень-очень сильно. Ну, блин. С одной стороны, он вроде бы оказался между молотом и наковальней в виде скайвинов и темных эльфов. Да, он начал вести войну на их землях, но для эльфов, по-моему, снежные вот эти, они средние. Это для меня не ужасный климат. Ну, да, оранжевый. Опять же, на примере того же Кхотепа до прохождения, когда я параллельно проходил за... Так, нет, 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 я не буду с тобой договориться. За Кхотепа и за нашего Архана Чёрного. Вот как влияют, да, в зависимости от того, какие ты территории захватываешь. У Кхотепа поначалу всё началось складываться очень-очень классно. Но потом я пошёл захватывать территории тёмных эльфов, оранжевые, даже не красные. И у меня денег катастрофически стало не хватать. Давайте конфликт людей. В принципе, мы против людей сейчас сражаться не собираемся. Катастрофически стало не хватать. А за Архана Чёрного, где были поселения рядом, зелёные, вроде бы для него начальная сложность выше. Там было поинтереснее. Блин, опять они вот, смотрите, у него в разы меньше армия, чем у меня. Но у него есть арта. Вот этих вот любителей фейерверков очень-очень любит автобой. То есть вот эта фракция, я помню, у меня был, я уже вспоминал, наверное, сотню тысяч раз этот момент в компании высших эльфов, когда в море мой достаточно такой прокачанный стэк. Там были даже принцы-драконы. Дракон был, полговодец на драконе. Вот Эрнская стоража. И полностью стэк из вот этих фейерверков. Салютов. И он говорил, что меня просто разобьют и ничего от меня не оставят. При этом, когда этот фейерверк пошёл нападать на город, без стен, я не успел там ещё стены построить, у меня был просто гарнизон. Шансов мне не давали на победу вообще. Ну там, по-моему, давали, конечно, шансы. Ну, сам факт. Нужно же нагнетать обстановку. Шансов мне, короче, не давали в таком случае. Но когда же я начал битву сам? Да что они могли сделать? Мы просто подошли. Ну да, они чуть пообстреливали меня, пока я шёл. Но я подошёл, там и кавалерия была в гарнизоне. И мы его просто уничтожили. Вместе с его фейерверками. Никого не осталось. Я не знаю, ну... Да, арта играет большое значение, но... Нужно больше учитывать баланс сил. Опять же, могу идеализировать по поводу первого рима. Насколько он был прекрасен, да, и... Насколько он был крутым. Кстати, тут молнии можно, да, напротив... Эм... Против арты. Против орудий, да. Но... Всё-таки в первом риме можно было забить полностью стэк однотипными отрядами, и у тебя знамя полностью не наполнялось. Блин, а вот это я зря, наверное, близко подошёл. Точно так же и автобой всё-таки. Да, он любил автобой тоже очень сильно. Так, тебе надо в танки стрелять. Тоже любил арту. Но если арту некому было защищать, то и верить в неё смысла не было. Так, давай сюда. Давай-давай, уничтожь своих собратьев. Они ещё... Так, отлично. Этих собратьев фейерверков обратили. О, так вот. Было орудие, нет у вас орудия. Прощай. Победа близка, ну. Стоило, да? Всего-то тут. Так, а эти вернулись. Нет, тут не получится стрелять. Вот сюда тебе надо идти. Чтобы нормально стрелять начать. Коман, Блад! Можно подумать, временами что на русском. Так. Блин, далеко. Сильно подходить. Эти бомбочки могут просто шатнуть меня. Давай, пальней. Да, эти бомбочки очень-очень больно могут сейчас ударить. Уходи. Пистольеры. Вперёд. Арбалеты тоже вперёд. Так, фейерверки. Блин, бомбочки. Они не дают спуску мне здесь. Они могут стрелять только перед собой, поэтому давайте демигрифики. Погоняйте этих чертей чуть-чуть. Просто фейерверк. Я, кстати, редко использую этих бомбометателей. Они, конечно, крутые. Они классно заходят в народ, в толпу и а-ля магии, да, когда сражаются в тыл зайти. Блин, они могут положить. Очень классно. Но, тем не менее, есть ребята и покруче. Да, вот, смотрите, они заходят очень-очень хорошо. Тут демигрифы уже выехали за ними. Я играю с едой. Так, полководец. Люминарыч. Люминарыч. Держись. Чё, демигрифы догоните их, а? Ну, почти, почти. Чисто можете загнать их сейчас в угол. Поймать, бедные демигрифики. Рвется губой, как-то рыв камера. А он чё, споткнулся тут, всадник один? каким образом он погиб кто-то догнал и укусил за пятку за копыта тут танки скорее все обстреливают меня люминары так поиграться чуть-чуть он давай посмотрим сколько танку снимем ты пашечку нормально в принципе четверть и пашечки сняли давай давай колдуй на своим шарики за пули в него еще раз ну очень долго ты конечно это делаешь начинай эбонитовую палочку натирает зато бьет так как вот и танк просто отхватывает бедные мои бойцы так а ну молния танк если зайдешь как на и он уйдет он не даст прописать себя и уйдет от этого скорее всего ранен даже типа легендарный лорд да он уходит конечно же ну а танк мы с четырех залпов положили так пистольеры арта сосредотачиваем все 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 давайте по танкам у нас тут танковый бой такой небольшой жалко нельзя его обездвижить у меня нету тут никакой особо магии чтоб обезвижить при полностью знаете статику поймать нет за четвертый выстрел мы его не убили за пятый взорвали может поймаем может просто на автомате вперед проедешь нет 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 он не не совсем не настолько глупый звереныш но с другой стороны он начал разворачиваться он не стрелял какое-то время а мы поигрались ближние планы были взрыв вон были если сейчас лагов никаких не было то это сто процентов дарит x12 кстати люминарк то минус 2 и сделал два танка то и уничтожил хотя он там мог кавалерию убить в начале еще пальнул он же один танк он вынес может там одну садниковым пойму случайно ну давай вот так в тебя автобой верил ну невероятно нереально он даже слил бы кого-то автобой сто процентов я просто стоял и впитывал весь урон которую он мог позволить себе и при этом никого не потерял а он бы там устроил героическую победу лучшим случаем победу так давай ты маграг поближе сюда и сядешь он как бы вроде бы пограничный город тебе давай тогда в бессмертие вкачаем пора уже ты уже взрослый мальчик а тебе ну давай докачаем порыв петров все так же да все такой же вектор развития так ну что император карл франц в принципе ты в парящую пирамиду можешь пойти ага ну тут бастиан плывет а значит сиди и ждем то есть франц остается в городе если в монумент луны они пойдут то я их догоню они далеко не уплывут они останутся в зоне моей досягаемости я их поймаю накажу здесь болотный городок блин он не дойдет найти по морю давайте попробуем по морю так по морю лучше да и здесь никого нет отлично здесь тоже никого нету мы просто забираем этот городок оккупируем его не грустим ставим для начала стены а потом уже будем строить керамику так у тебя как тебе нужно нанимать еще кого-то дам принципе два хода осталось но можно две алебарды как раз для мага останется место как раз как раз все укомплектовано в твоем случае так бен давай на тебе тут уже вкачиваем все что только осталось все что можем себе позволить все вкачиваем верховный патриарх бальтазар гельт тут нежить засуетилась можно на самом деле да пойти вот сюда морем так быстрее доберемся знаки древних что здесь гарнизон так себе мыши неприятно ну тут есть терроры есть валю гульф но остальное конечно люто волки типсы озорней но в целом меня демми грифы есть бояться не стоит только вот что скверно вампирская это скверно ну давай ладно высаживайся ты там не должен понести большущих таких потерь ну а гельт нападает на кровавую волоту болото 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 золото который он теперь забирает вообще без проблем и вампиры бросают этот город они даже не собирались его охранять понимая что гельт зол он решил пришел он мстит убивает и наказывает за то поражение которое был так сносим злой гельт так утер ты остаешься отер и ока императора у нас сидят в городе архиэлектор нанимает а шумахер учиться так и томас мы тут даже без разведки пошли так томас высаживайся иди вверх а тут есть оригинальд есть ребята которые могут скооперироваться все равно гельта ничего не сделать даже в твоем гельт без потерь просто зашел в город и сделал с ним все что захотел тогда а строительство точно давайте займемся этим прекрасным делом полная победа жу в барик давай дороги вот это вот теперь смысла вообще никакого не имеет строить длительность найма скорость исследования мне исследования уже не осталось ну что-то тебе можно такого интересного еще построить ну давайте вот гильдию дополнительный маг в гарнизоне появится у нас так здесь тоже улучшаем специи города прокачиваем города здесь должны быть хорошо защищены о караса карак мы прокачаем сейчас на полную катушечку легендарный город так а здесь кстати я для найма наверное снесу лучшую таки лагеря травников начну возводить уже тут найм не особо нужен все конец хода уже он не особо нужен тут даже дополнительные армии мы будем создавать их в люстри и но может быть на базе других поселений мне там где ресурсом так ну что тирен я надеюсь ты теперь расправишь свои крылья тебя с югу никто там не кусает за хвост можешь спокойно плавать и наказывать да и очень интересно смотрите последним бастион действительно плывет а захватывать на грунт то есть то есть они действительно приняли цели цель направленно туда идут и несколько стеков даже хоть и некоторые стеки отвлеклись ну верной дорогой хотя бы тут верном направлении даже если не захватят а скорее всего они захватят одного стека там не хватит опа моторка повстанцы объявили и тут еще одного лорда они даже наняли так но мне тут стены есть до мотор как я могу в сердце практически своей империи без тем до стены есть но значит мы выиграем тут у него гиганты у меня есть алебарды у него летунов нету у него есть труповозки у него есть герои что единственная знаете так каплю каплю маленькую такую капельку каких-то там сомнений может внести в нашу душу закраться они могут туда но остальном да труповозки неплохо бафают на самом деле но мне что-то подсказывает что он труповозки будет оставлять вот здесь где-нибудь чтоб они стояли под вышками и отхватывали люлей так мечников ставим на вышки вы вышки пистольеры становятся над воротами арбалет и вот сюда все вышки задействованы 1 вот вышечка еще не задействован давайте алебарду сюда поставим для души или парточку так здесь один отряд алебарды и два отряда просто по краям герой герой станет вот здесь кавалерия давай вот сюда я думаю выводить ее сейчас смысла нету там упырей много которые тоже неплохо передвигаются нее зажмут даже если бегают медленнее так и и мортиром главное не забывать добывает у меня такое уточня один раз на самом деле было но сам факт забыл же мартиру использовать просто тупо простояла причем развернутая лицом в другую сторону мы выиграли все равно но воспоминания остались об этом дне знаменательный день победы и смеха так упыри идут ломать ворота но тут лютым волкам вообще без шансов лютые волки рассыпятся сразу же а здесь и ужасы и склепа отхватят люлей неплохо они уже даже начинают распадаться даже если они сейчас начинают ворота ломать они распадутся так вот этих парней надо расстрелять ребят просто их уничтожьте пожалуйста поджалюста уничтожьте их сосредоточить как легалас сосредотачивался на берсерке но не убил его вот вы должны на нем сосредоточиться они вас сейчас могут чуть-чуть задействовать они чуть мешают тут так ну мага у меня к сожалению нету чтобы шарахнуть молнию отсюда да как заскавина я могу мартиру направить сюда так но эти ребятки все равно залази они хотят бежать но все равно залази так мартира начинай стрелять вот сюда подальше их надо было чуть раньше этих упырей начать расстреливать тогда бы они бы не подошли совсем не подошли так но мои мечники тут так-то отхватывают конечно но пока сражался один отряд второй даже не зацепился туком сражайтесь мечники вы вон один отряд опрокинули второй тоже начинает распадаться да и в целом они эти бомжи уже ничего не сделают папа большой дядька пришел большой дядька пришел нам тоже своего надо отправлять распадайтесь вы уже распадитесь вы опа телеги идут телеги идут реально смотрите и тут даже полководец он начал сражаться против нас ну красавец красавица так расставляем стрелков этих то я думаю сейчас мы добьем так мои мечники все-таки побежали один отряд ну у меня есть еще тут толпа этого хватит ускоряемся так стрелочки стрелки давайте вы даже вот так вот наверно лучше станьте чтобы вы хоть как-то уже начали стрелять а теперь можете даже перестроиться вот зачем да надо было вот этим бежать сюда тут так вот бежать понимаю что так быстрее вроде бы этим чуть дольше по вектору двигаться но данных условиях это нужно было расстреливать уже это не эффективно так у меня лорд побежал тем временем один на один он не вывез но капитана в принципе так капитан это обычный герой там все-таки лорд пусть не легендарный но город 1 2 уровня я не помню то это первого уровня второго ворота штурмовал но мы убили всех я надеюсь эта фракция исчезнет наглые мерзавцы да казнить 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 что ты хочешь дружить теперь опять заплатим не денег заплатим не заплатим просто принципиально заплатим не эти деньги не особо нужны сейчас немного да у меня их много но заплатим иначе что это за дело бесплатно позволяет сначала объявлять себе войну потом когда враг уже понял что не потянет нас просто никак не потянет тут же заключать с ним перемирие расслабиться ноги хотя нет смотрите он грамотно сделан отплыл вот так вот чтоб я его не достал чтоб монументе луны прям напряг был и по суше я тут не доплыву но я в монумент луны могу доплыть однако и на я думаю здесь он не успеет напасть здесь он максимум высадится ама блин по суше пошел я же забыл что он выбирает не короткий путь а выбирает идти по суше простого ну ладно монументе луны придется если что сносить и сражаться заново ну придется что сделаешь ну как то так бывает в жизни огорячение кастелян оттер верховный патриарх здесь помощь не нужна будет твоя а ну-ка знаки древ не тут в меня верят причем вообще спокойно правда четверых он все равно сливая еще и первую победу дает полководец наверно еще не опытный они решили его вот таким вот образом воспитывать ну ладно давай воспитывайся восполняя потерям а здесь и вот можно даже наверное против скверны поставить тут скверны много и вампирская скалинской всякой гадости полно имперский пегаса наверное тебе рана давай стремительный удар лучшим пока что так но и гельд пойдет дальше в пробуждение будет будить этих мерзавцев но на сегодня все как я говорил уже пишите в комментариях все ли нормально точно наверняка правильно ли я решил что это исключительно дерет x12 был виноват для вархаммера второго он вообще не для записи как минимум точно возможно и грабили но я даже не увидел разницы в нем на этом на сегодня все до следующего видео друзья мои всем добра